Добрый день! Это Территория культуры. Сегодня тема нашей программы – театр и молодежь. При рождении в названии театра «Творческая мастерская» было слово «молодежный». 45 лет – немалый срок жизни. Какие у «Творческой мастерской» приоритеты сегодня и как у театра складываются отношения с молодежью – узнаем. Творческая мастерская родилась в середине 80-х. Тогда всем хотелось свободы. Свободу выбора, свободу творчества и актерам и зрителям. Со временем театр обрел свой дом, свою сцену, стал государственным театром драмы, повзрослел. В его составе уже три поколения актеров. Вместе с театром взрослели и менялись его зрители. Со сцены хорошо видно, какая публика сейчас в зале, какое у нее настроение, состояние, какой возраст. Если большинство зрителей – люди зрелых лет, значит, театру есть о чем задуматься. Прежде всего, о своем будущем. Что нужно, чтобы молодежный театр не забронзовел? В театре должно обязательно присутствовать настоящее. И мы, как актеры, должны говорить о том, что мы знаем и что чувствуем, чтобы зрителю это передавалось, и чтобы он мог примерить это на себя и сказать, а, да, точно, это же про меня. Вредна такая успокоенность и чувство такой удовлетворенности, что как бы мы что-то достигли. Но все время повышать, мне кажется, уровень задач. Вот, следить за тем вообще, что происходит в мире, как-то отслеживать. И быть честными с собой, прежде всего. За формой, скромность поведения для девушки дороже клада. За обаятельность и привлекательность нужно бороться с детства. А в 17 лет, когда я была уже беременна Федором, как-то зачаил в троятский день девичий праздник, облила ему сапог сливками. Так заставил меня сливки языком сапога слезать. Ты закупила бы мою жизнь, ведь у тебя такая практика. Наталья. Помнишь, как ты коловоротом дырку в переборке просверлила? И за бабами отца любовалась. Давай, иди, уже время вообще в чубишь. Сегодня в репертуаре творческой мастерской несколько десятков спектаклей из самых разных жанров. Театр по-прежнему ищет пути к сердцу молодых зрителей. А какие они, эти молодые зрители? Это новое поколение. Они очень бескомпромиссные, у них нет авторитетов. Для меня подростки – это такие же люди, как и я. Молодежь нельзя воспринимать как какую-то просто массу, которая хочет одного и того же. Понятно, что молодежь – это разные, это и романтические девочки, это и непримиримые какие-то мальчики, это и девочки, которые бунтуют. То есть каждому нужен свой театр, свои спектакли. И никогда не угадаешь, что им понравится на самом деле. С подростками легко говорить? Это никогда не бывает просто. Надо говорить честно и желательно талантливо. А вот какие зоны воздействия у современных подростков, на которые вы хотите влиять? Музыка, которую мы используем в спектакле. Монтаж, собственно, очень быстрый и рваный. Ассоциативные какие-то вещи, которые заставляют сопоставлять разные сцены и выстраивать из этого какую-то головоломку. Потому что скорость мышления современного подростка значительно выше, чем даже человека на поколение старше. И, конечно, мы хотим поднять вопросы, которые не принято обсуждать даже в семье. Что такое этот трудный возраст? Впервые они мне это сказали, когда мне было 10 лет. А мама только лишь ругалась и долго повторяла. Как не стыдно, Бомни? Как не стыдно, Бомни? Как не стыдно, Бомни? А вот что такое стыдно? Молодой человек, что по-вашему стыдно? Я так и не поняла, почему грустные вещи оказались для меня совершенно не грустными. Наверное, я плохая. А теперь иди делай уроки. Когда папа не хочет со мной разговаривать, он тоже отправляет меня делать уроки. Творческая мастерская открывает театральный сезон двумя премьерами. На первый взгляд кажется, что эти спектакли для молодого зрителя. Но если задуматься, скорее для всей семьи. Ты мне на ногу наступил. А у меня там палец был сломан. Болит теперь? Ужасно. Может быть, ты извинишься? «Один сто один» – драмади о подростках, которые ни с кем не хотят говорить. Так обозначил жанр спектакля его режиссер Александр Баркар. Есть такие? В основе сценария – рассказы современного писателя Аси Петровой. В этих юных героях любой зритель может увидеть себя. Сегодняшнего или 10, 20, 30 и более лет назад. По вечерам, когда я ложился спать, я представлял себе наш туалет. Я мечтал о нашем туалете. Ну, тот, который дома. Потому что в лагере туалет находился на улице. И чтобы до него добраться, нужно было вставать, одеваться, пробираться по темноте на улице. И вообще там плохо пахло. Не было туалетной бумаги и водились мокрицы. Создатели определили возрастные рамки для публики от 13 до 90 лет. Ведь переходный возраст, по их словам, не заканчивается никогда. Оформление спектакля предельно простое. Три площадки и три двери. Двери – это инструмент или символ? Это символ, конечно. В первую очередь это символ. Потому что, смотрите, у нас есть… Это вневременной спектакль. То есть, это спектакль, в том числе, про время, как выдуманную конструкцию, выдуманную людьми. Потому что времени не существует. Но, тем не менее, мы все время пользуемся этим будущим, пытаясь попасть в настоящее и бесконечно оказываясь в прошлом. И мы циркулируем между этими тремя понятиями, очень редко попадая вот сюда, в настоящий момент, в сейчас. Открыли двери. Да, понятно. Хлоп-быть. Пришли с двери. Понятно, почему пошел. Та-та-та-та, все пришли сюда. Все сели, все курят бамбу до реплики, песни. Молодые творцы и молодые зрители быстрее находят общий язык. В этом году в творческой мастерской большое пополнение. В новых спектаклях мы увидим всех новичков. В 1.101 заняты четверо. Так что, не важно. Сколько лет, всегда трудный возраст, а у меня, вот, никакой не тылый. Просто я, в отличие от них, точно знаю, чего я хочу. Елена Димитрова окончила Новосибирский театральный институт, но уже успела поработать в одном из театров Петрозаводска. Вместо этого я должен все лето буду провести с бабушкой на даче. Никита Чернов приехал из Саратова. Никита Вишневкин и Татьяна Савицкая из Петербурга. Маленькими, гадатыми цветочками. Да, нормально. Видимо, не только столичные театры – центры притяжения для молодых актеров. Театр провинции намного интереснее и обширнее в плане творчества. Потому что, понимаете, в Питере сейчас очень сложно работать в том плане... В плане даже общения с коллективом, с режиссером. Здесь искусство, оно творится в любви. И вот именно в провинциальных театрах это есть. Проблема в том, что если ты подростком будучи приходишь в театр, и ты не понимаешь, что происходит на сцене, если ты не понимаешь, то это тебя не задевает. Зачем тогда туда ходить? Что такое театр? Им надо это объяснить, показать. Мы для этого здесь, блин, и находимся. Просто проблема в том, что в стереотипном мышлении это все очень скучно, долго, нудно, никому не интересно по какой-то классике. И все умирают там в зрительном зале. Театр это совсем про другое. И нам надо делать спектакли, чтобы люди приходили и такие «О, а еще вот так вот можно, оказывается, было?» «Да, можно, ребята, можно!» И это как наркота. Ты дай людям первую дозу и скажи «Ребят, первая доза бесплатна!» И они такие «Ага, да». А потом, как бы, раз, второй спектакль, третий, четвертый, и прям, чтобы они больше отсюда вообще никогда не ушли. Нет, лучше я не пойду, лучше я навсегда останусь дома и умру дома, лишь бы вы меня не заставляли! Две новые дозы сильных эмоций творческая мастерская предложит публике уже в начале сентября. Потому что она ее уберет. То же самое работает и с врачами. Врачам можно спокойно убивать своих пациентов, потому что они их лечат. Учителя можно орать на учеников, потому что они их учат. А полицейские можно спокойно запихивать людей в алтазах и стрелять их, потому что они заботятся о нашем спокойствии. Создатели 1.101 сознательно ушли от модных технических приемов. Ясность текста, чистота эмоций и простота сценического решения. Вот чем они хотят воздействовать на зрителя. Она закрывает дверь! Сначала мы умиляемся ими, потом удивляемся, а потом отказываемся понимать, и дверь между нами и нашими детьми часто закрывается и превращается в глухую стену. А для того, чтобы этого не произошло, порой надо просто взять и поговорить. Или вместе прийти в театр. Хозяин этого дома был отдал! Да! Другая премьера сезона «Петербург» по роману Андрея Белого напротив, выдержана в духе современных театральных тенденций. А сам я безгромно запуталась! От романа эпохи Серебряного века с его эстетикой символизма в постановке Петра Шерешевского не осталось практически ничего. Да и город Петербург, хоть и вернул себе историческое название, но совсем уже не тот. О чем же тогда спектакль? Попытка исследования, что такое рассыпающийся мир. И главное, это тема разламывающейся семьи. И семьи как метафоры вообще социального мира, как метафоры мира целиком, уже как бы человечества. Звезды коренькие, далеко. От ближайшей звезды лучевой пучок пробегает к земле два с лишним года. Вот так-то, мой родной. Человек, который сегодня принял неправедный закон или вынес неправедное судебное решение, что в семье у него в этот момент начинает все рассыпаться, да? И выясняется, что сын его, которого он растил с молодых ногтей, как частица самого себя, которого ощущал, что это его продолжение в этом мире, вдруг перестает ощущать эту связь и, наоборот, ощущает своего отца как собственного врага, да? Что... И при этом этот сын не уходит далеко от отца. Это точно такая же изломанный человеческий организм. Петербург – это уже про тех, кто стоит на пороге взросления, но тоже пока еще не нашел ответы на важные для себя вопросы. Главный герой Николай Аблеухов еще одно новое лицо театра. Выпускник Саратовского театрального института Руслан Арифуллин. У него очень большой объем его психофизического состояния внутреннего. От такого вальяжного сына-чиновника, которого все есть, которым ничего уже не нужно, до истеричного человека, который запутался, человек, который боится и понимает очень поздно, что он сделал самую главную свою ошибку в жизни. Но это, правда, было уже поздно, и уже ничего нельзя исправить. Горить. Тикает, тикает. Где, 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 где? По ней бежит стрелочка. Стрелочка бежать устала. Добежит до рокового пункта Новые имена, новые темы, новые формы. Спустя полвека творческая мастерская продолжает искать и развиваться. А мы, зрители, с удовольствием участвуем в этом процессе. До встречи на территории бультуры! Стопэ! Ещё раз! Стоп! Ещё раз! Ребят, стоп! Генеально! Талантливая! Всё, идите! Стоп! Талантливая! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok